Масленица прошлась по городу. Заглянула во все уголки. О том, как в городе провожали зиму, в репортажах наших корреспондентов. Гостей парка встречала старинная подворья, плетень с подсолнухами, русская печка и неотъемлемые атрибуты праздника – вкусные румяные блины и обрядовые куклы-масленицы. В этом году уже в пятый раз состоялся традиционный конкурс на лучшее чучело-масленицы, в котором могли принять участие все желающие. По его итогам были определены победители в номинациях – самое оригинальное, самое эстетичное, русский стиль и приз зрительских симпатий. Заглянул на праздник и Дедушка Мороз, ведь масленица – это символичное расставание с зимой, а значит и дедушке пора покидать наш город и возвращаться в свою вотчину. Поводив на прощание с лобницами хоровод, главный зимний волшебник страны встретил весну красну, передал ей руководство и покинул старинное подворье. Сделать праздник особенно задорным и веселым помогли выступления творческих коллективов – чебатухи, тынды-рынды и театрокамерная сцена. А чтобы гости праздника не озябли, для них приготовляют традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, прыжки в мешках, бег на ходулях, катание на метле. Завершилось торжество театрализованным шествием в сопровождении духового оркестра «Обелиск». К памятнику звонится и обратно. Как бы не было жалко сжигать нарядные, сделанные с большой любовью куклы-масленицы, но традиции не изменить. Лобня проводила зиму и встретила весну, а значит совсем скоро мы будем радоваться теплому, ласковому, весеннему солнцу и нежным первоцветам.